Друзья, всем привет! Меня зовут Екатерина Мартынова. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как я впервые попала на остров своей мечты. Но сначала 9-часовой перелет Дубай-Бали, затем длительная проверка в аэропорту. И вот мы уже в такси едем в свой первый отель, который случайным образом оказался в районе Убуд. Так, вот такой вот у нас номер. Здесь все вот в таких коробочках аккуратно. Здесь пульты, фрукты. Принесли нам сэндвичи. Так, заходим в ванну. Дверей нету, в общем-то. Здесь туалет. Шкафчики, шкафчики, шкафчики. И здесь тоже вот всякие баночки, какие-то масла, гели для душа. Там пока не видно, что. Здесь тоже все в коробочках, в баночках. Здесь тоже все в коробочках каких-то. Так, и идем дальше. Выходим на балкон. Здесь джунгла просто. Проснулась я в 7 утра от яркого солнечного света в окно. Не верится даже, что в Москве сейчас еще только 11 часов вечера. Тело еще спит. Друзья, всем доброе утро. Утро у меня началось уже очень давно. Я уже сходила на йогу, на завтрак. И собираюсь сейчас на массаж. И хочу показать вам вид с балкона. Он у нас полностью зеленый. Я немного в шоке. И нам для того, чтобы в спа-зону попасть, нужно спуститься. Что-то типа оврага. И спа-зона сама в открытой местности. То есть ты слушаешь звук воды, ручьев, сверчков и так далее. Вот сейчас иду по таким камням. Идем вниз, 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 вниз. Еще вниз. Даже не верится, что здесь сейчас будет проходить мой массаж. Для меня уже приготовили хлопковый приятный халат. Я переодеваюсь и буду ждать своего массажа нежных прикосновений рук Балики. Но сначала ванночка для ног. Она с аромамаслами, также цветами. Балики очень любят везде раскладывать цветы. И вот такой прекрасный вид у меня на джунгли. На завтрак иду максимально поздно, потому что организм, естественно, еще не привык. И у меня совершенно нет чувства голода. Потому что в Москве сейчас ночь, а на Бали уже через пару часов будет день. Атмосфера на Бали, конечно же, побуждает к тому, чтобы расслабляться, жить в режиме релакса, любить, конечно же, и снимать для вас чувственный контент, который есть на моем сайте. У нас на завтрак, пока не знаю, как это называется, фруктовый гол смесли. Какой-то десерт, как будто банан. Так у нас выглядит. А теперь покажу вам свой спортзал на эти дни, пока буду в Убуде. Очень милый зал с минимальным количеством оборудования. Мне нравится. Не буду скрывать, что время для спортзала найти крайне сложно в этой обстановке безмятежности и релакса. Но я находила, держала режим. Зато потом, после спортзала, особенно большое удовольствие получаешь от плавания в бассейне. В общем-то, чем я сейчас и займусь. В один из дней мы решили прогуляться за территорией отеля. И тут я поняла для себя один очень весомый минус, который относится, как оказалось, ко всему Бали. Это отсутствие пешеходных зон. Поэтому удовольствие от прогулок здесь не получаешь никакого. Все время передвигались мы на такси. Доезжали до какого-то конкретного места, например, магазина или какого-то прогулочного места. Гуляли и снова уезжали на такси. Это вызывало для меня большой дискомфорт, так как я очень люблю гулять. Движение на Бали хаотичное и небезопасное. Поэтому арендовывать байк или автомобиль я бы не рекомендовала. Мы этого не делали. И это, конечно, вызывает некоторые ограничения. Мы были зависимы от такси. Но все это не так интересно, как то, что находится в этом пакете. Во время прогулки я нашла очень интересный магазинчик, в котором прикупила два платья. Одно сейчас я надену и пойду в ресторан на ужин. Конечно же, вам сейчас все покажу. Это костюмчик. Он вязанный и он полностью прозрачный. Полный обзор этого костюма я выложила на своем сайте. Вам покажу тоже немного. Обычный столик здесь морозом. Вот такое блюдо. Так, а это сурк. Или в середине какой-то пельмешек. Доброе утро, друзья. На завтрак всегда свежевыжистый сок. И такие вот всегда специи. Маленьких кастрюлечек. И, конечно же, рисовые поля. Вам всем хорошего дня. Сегодня у нас в планах путешествия по Убуду. Посетим три очень красивых места. Я вам сейчас все расскажу и покажу. Сказать, что жарко, ничего не сказать. У меня, кстати, повязали вот такой зеленый бант. Что здесь будет? и самое красивое место которое я увидела в своей поездке на бали за этот месяц это рисовые террасы и если вы планируете поездку на бали очень рекомендую посетить это место балийцы выращивают рис прямо на склонах холмов это очень необычное и красивое зрелище все уезжаем надеюсь скоро подъемте посмотрим сразу же я никогда не видела океан и именно за этим я приехала на бали в том числе увидеть 3 по величине индийский океан да и вообще увидеть океан впервые в жизни именно здесь известные балийские закаты самое лучшее развлечение на пляже конечно же смотреть провожать закат или смотреть за волнами сегодня они метра два наверно точно волны есть я такие волны никогда не видела кто-то катается на досках но в принципе народу очень мало купается потому что ну наверно с такими волнами невозможно купаться друзья всем доброе утро у нас с утром уже была прогулка на океан с рассветом для красивых видео сейчас идем на завтрак время по местному 7 утра по московскому еще два часа ночи вам всем хорошего дня очень важная надпись на завтрак не изменяет традициям омлет гризис песен но он просто очень вкусный так омлет рис нарезка суп владимир сам себе сделал папайя микс спиритюрных штук каких-то кусок хотел сказать что день начался но он уже не начался он уже середина скорее всего дня у нас у меня экскурсия по местному спортзалу вот такой здесь большой с кондиционерами с грифом наконец-то можно приседать картео зоны и что я первый раз вижу холодные полотенца замечательная территория отеля с кучей зеленых деревьев в любой другой растительности какой хочешь и конечно зуб белок который прыгает по себе по этим деревьям и забегает в номер сегодня ночью проснулся от того что столом летели мои тюбики с кремами расчески и кое-какие фрукты и это была белка сказать что я испугалась вообще ничего не сказать у нас поход по магазинам к ней вероятную жару в 30 градусов так коротко о том что нужно знать о трафике на Бали тротуаров практически нет но зато много кафе магазинов и машин у нас огромный-огромный супермаркет и самая большая стойка это дошираки сейчас будем пробовать ужин шницель так шницель и цезарь салат у нас чипсы и доширак еще и Продолжение следует... Друзья, всем доброе утро. На самом деле, оно у меня второе. Первое было в телеграм-канале уже очень давно, потому что в 6 утра ходили на океан записывать рилс, чтобы было поменьше народа, знаете, в моем костюме снегурки. Позже вам все покажу. У нас за окном вот такая прекрасная погода. Вот так. Я не помню, какой день уже на Бали, 10-12, но точно знаю, что сегодня и завтра у нас заключительные дни в этом отеле. Мы переезжаем в красивый отель с видом на океан, с видом на рассвет. Уже это другая часть острова, там будет Тихий океан. И будет очень красивая вилла для моих красивых видео. Ну, а сейчас вам покажу небольшой оазис, который у меня перед глазами. Вот так это выглядит. Вот так это выглядит. Так, ну что, у нас смена обстановки. На эту неделю у нас, а может быть, больше останемся в этом отеле, который единственное в этом районе. Суковать называется. В общем, сейчас покажу виллу. Значит, вот так у нас вход. Поднимаемся по лестнице. Там у нас океан. Дальше идем. Это я. Собственно, терраса. И дальше. Здесь у нас кухня. Спальня. Здесь тоже выход на террасу. И... Та-дам! Душ, ванна на улице. Вот так. Возможно, кто-то из вас вспомнит эти видео, которые я и снимала на этой вилле на Бали. В первом отеле тоже на кровати лежало вот такое письмо. Свиток. Посмотрим. Добро пожаловать в отель. Правила Панама. Наш отель находится вдали от какой-либо инфраструктуры. Это уже Тихий океан. И здесь черный вулканический песок. Купаться не рекомендуется из-за больших волн. Друзья, всем доброе утро. Сегодня какая-то невероятная была ночь. Помимо того, что очень громко бились волны о берег океана. Это просто невероятный шоу-ливий. Сейчас покажу, что у нас тут творится. Все мокрое. Души у нас, так как нет крыши, все это в ужин, есть лужи, полотенца все уже мокрые. Ну, а вам всем хорошего дня. Всех целую и обнимаю. В каждом номере отеля на Бали был, конечно же, зонтик, потому что дожди были очень частые, иногда кратковременные, иногда длительные. Но они могли начаться в любую секунду и закончиться тоже в любую секунду. Продолжая обзор отеля, сейчас мы с вами идем на завтрак. Они проходят в красивом ресторане, как, в общем-то, и вся территория этого отеля, с видом на Тихий океан. Здесь, как и в первом отеле, предлагают несколько завтраков на выбор. Я всегда сначала брала индонезийский с рисом, а в этот раз я взяла яйцо Бенедикт с лососем. Но сначала свежевыжатый сок. У меня сегодня я завтрак. У меня сегодня я завтрак. Так, здесь у нас манго, личи, какой-то напиток имбирный, ананас. И вот это я не знаю название. А еще вот масло, джем и круассан. Так, ну что, у нас спортзал сегодня по плану. Вот такой красивый зеленый вход. Скорее всего, он маленький, не такой, как в предыдущем отеле. Но хоть что-то. Какой маленький спортзал. Друзья, всем привет. Какие-то невероятные эмоции от этого магического острова. Не знаю, смогу ли я перекричать этот шум океана и ветра. Но я очень постаралась передать до конца свое настроение в своем телеграм-канале, в своих видео. И если вы вдруг еще не сделали себе подарок на Новый год, то очень рекомендую приобрести подписку на мой телеграм-канал и посмотреть все эти уникальные видео. Если Бали со стороны Индийского океана известен своими закатами, то Бали со стороны Тихого океана известен своими рассветами. Друзья, всем доброе утро. Сегодня наконец-то ясный день. И наконец-то я увидела рассвет, ради которого, в общем-то, мы приехали на эту часть острова. Ну, он уже прошел, но было красиво. Вам всем хорошего дня, всех телеведу. Прекрасная погода на Бали. У меня свежевыжистый арбузный сок. Пока жду свое основное блюдо на завтрак. И фруктовая тарелка. На завтрак у меня яйца бенедит. Красной рыбой, шпинатом, помидоркой. Бали также славится производством серебряных украшений. Я приехала выбрать себе подарок на Новый год. А вот, все, да, нет? Сидим под навесом. На улице идет дождь, шумный океан, никак он не успокаивается. Ждем свой кальян. Буду первый раз пробовать индонезийский кальян. Ну, для начала я решила попробовать личи мохито. Вот это личи, видимо, это мохито. И принесли еще вот такую интересную закуску в виде чипсов. Но не соленая, не сладкая, просто пресная хлебка. Сегодня мы уезжаем с Бали, но я очень надеюсь вернуться сюда снова. Если вам понравился какой-то отель, спрашивайте в комментариях. Я обязательно вам напишу его название. Ну и, конечно, не забывайте ставить лайки, чтобы видеть мои видео про остальные путешествия. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok